Все дело в шляпе. Пела когда-то популярная группа На-На. А в чем же дело здесь? Узнаем прямо сейчас. Веселые парни и девушки, полные творческого энтузиазма, встретились на танцполе. Они продемонстрировали друг другу свои необычные шляпы. Девушки в головных уборах, как у известных Бриджит Бордо и Коко Шанель. Молодые люди в основном выбирали классику времен 60-х или ковбойскую шляпу крокодила Данди. Вечер подарил участникам яркие впечатления. Они едва сдерживали свои эмоции. Вечеринка очень крутая. Современная музыка. Правда, народу немного, но есть кем отжигать, потусить. Побольше бы таких вечеринок в городе. Это самая суперская вечеринка в нашем городе. Мне все очень нравится. Тут очень хорошая музыка, очень хорошие люди собрались здесь. Серьезно, очень нравится. И такое нужно проводить почаще в нашем городе. Вот, да, очень нравится. По крайней мере, молодежи, мне кажется, понравится, если это будет намного больше какое-то место и больше будет, так сказать, распространяться по обществу вот эта информация, то, что будет такое вот событие. Участники много танцевали и устраивали танцевальные батлы. По динамичную музыку они по очереди или парами выходили в центр круга и показывали свои танцевальные способности. Было и много общих, синхронных танцев. Все присутствующие по достоинству оценили этот шляпный праздник. Сегодняшняя вечеринка пришла просто нереально. Музыка, все танцуют, все пришли в шляпах, все разные, кто что делает. И, конечно, хотелось бы, чтобы такого в нашем городе было больше, чаще, веселее и больше людей. Возможно, проводить такие вечера в городе станут чаще, пока решается дата проведения следующей шляпной феерии. У десногорцев есть время выбрать лучшую шляпу. Дорогие друзья, не прошляпьте следующую вечеринку, будет еще веселее. Праздник закончился поздно вечером, но ребята еще долго не могли разойтись. Уж очень не хотелось им переодевать оригинальные шляпы на зимние меховые и вязанные. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.